Я несколько раз обмолвился тем, что в Германии действительно можно найти очень недорогой объект, дом или квартиру по цене, возможно, по которой вы даже никогда не думали, что можно купить в Европе недвижимость. Поэтому я буду выбирать самые дешевые ангиботы, то есть предложения сегодня, для того, чтобы показать, что это на самом деле так. И второе, в чем я абсолютно уверен, что недвижимость в России, цена на недвижимость завышена, качество домов и квартир в России очень плохое, а цена очень высокая. Это давно уже все отмечают, поэтому здесь есть, конечно, какое-то большое несоответствие. Я думаю, что это будет очень длинный ролик, но те, кого интересует эта тема, наверное, вам будет интересно, и я надеюсь, полезно кое-что узнать. Итак, я ничего не могу сказать о рынке недвижимости Италии, Франции, США или Израиля. Ищите другие ролики по этому поводу. Я, естественно, буду говорить о Германии, так как мне это ближе, и, соответственно, здесь я могу кое-что посоветовать. Итак, значит, это у нас вся Германия, все Бундесленда, и нужно сказать, что самые две богатые земли – это вот эти, Байрон и Баден-Лютберг. Ну, Байрон считается вообще фраерштат, то есть это независимое государство, входящее в состав ФРГ. Здесь свои собственные законы, свой собственный диалект, хотя, в принципе, диалект есть во всех землях Германии, это действительно так. Ну, и, естественно, все, что вот здесь, ближе к югу, ближе к югу, это, соответственно, ближе к Австрии, к Швейцарии, к Франции, все это стоит баснословных денег. Здесь, в этих землях, живут очень богатые люди, живут почти все владельцы фирм, бизнесмены, спортсмены, актеры немецкие. В общем, вся элита сконцентрирована в этих двух землях. Насколько я знаю, Баден-Бютенберг немножко лучше дела даже идут, чем Байрон. И поэтому вот эти две земли я бы полностью исключил в плане поиска дома, потому что здесь все очень дорого. Соответственно, здесь Бодензе снизу, вообще очень много тут курортных мест. Найти что-то по деньгам в этой части Германии сложновато, я считаю, для иммигрантов, особенно если на самом начальном этапе не так много денег. Мой личный совет заключается в следующем. Видите, вот эти четыре земли, на самом деле пять, вот тут еще маленькая Зарланд, они образуют такой своего рода пояс, самый доступный в плане выбора недвижимости. Значит, две земли, три из них, это Райанфальс, вот этот зеленый, коричневый Хессен и маленькая Зарланд, это бывшие ФРГ, ну а Тюринген и Заксен, это пришедшие в состав Германии Бундесленда, они так и называются из ГДР, то есть вот эта часть, это у нас бывшая ГДР, а вот эта, соответственно, это бывшая ФРГ. И вот они вот тут в виде пояса расположены эти четыре небольшие земли, все остальные чуть побольше по размеру. Почему я советую искать именно здесь? Ну вот мое такое упорное убеждение, основанное на своем собственном опыте, что селиться лучше, мне так кажется, вблизи границ, потому что сейчас Евросоюз, границы, соответственно, открыты, и вы имеете преимущество, если вы живете в одной из немецких земель, например, работаете здесь, а рядом с вами, ну скажем, вы живете в Заксене, рядом с вами Чихай или Полланд, Польша, вы в преимуществе, здесь все стоит немножко дешевле, а переезжать туда-сюда вы легко можете. Лично я живу вот в этой стороне, Райанфальдс, я выбрал для себя эту землю, почему? Потому что это самая старая земля Германии, считается Колыбель, то есть здесь больше всего старинных замков, крепостей, самые старые университеты, ну и, естественно, самый-самый старый. И один из моих любимых городов, вот здесь он находится, это город Рир, самый старый город Германии, родина Карла Маркса, как известно. И здесь же находится старейший университет Германии, который долгое время был закрыт, и в 1970 году его открыли снова функционирующий университет, 165 знаменитых профессоров здесь преподают, поэтому вот людям, которые хотят получать образование в Германии, я бы советовал, это необыкновенно красивые места. Да, вообще Райанутфальц, ну, может быть, потому что я большой фэн этой земли, сейчас я, конечно, буду ее очень сильно расхваливать, но, на мой взгляд, это самая оптимальная земля для жизни. Почему? Потому что здесь находится самый большой лесной массив в Германии, так называемый знаменитый Пфальский лес. Он охраняется государством, очень много объектов, входящих под защиту ЮНЕСКО, и, соответственно, так как здесь этот Пфальский лес считается такой гордостью немцев, каждый метр вырубленного этого леса стоит очень дорого на вес золота, поэтому здесь исторически уж так сложилось, что очень мало фирм открывалось, по-немецки говоря, индустрии создавалось наименьшее количество по сравнению с другими частями Германии, и в результате образовалось очень много парков, очень много заповедников, зон, где вообще ничего не производится. С одной стороны, это, конечно, плохо в плане безработицы, здесь очень большой процент безработицы, но, например, для людей гуманитарной направленности, как я, или для людей, которые работают через интернет на расстоянии, это совершенно не важно. Важно, где вы живете, насколько у вас экологически чистое место, ну, а если вы хотите зарабатывать большие деньги, то вам, конечно, надо вот сюда, Нордхайм-Вестфалием, или вот сюда, Шлесфельг-Хольштайн, в общем, Нидерзакс, вот куда-то в эту сторону, здесь производство больше, я бы сказал, чем в Райанфальсе. А если вы хотите спокойной, размеренной жизни, недорогой, окруженной красивой природой, здесь проходят две очень крупные реки, Райан и Мозль, не знаю, почему Райан по-русски называется Рейн, Рейн не обозначает ничего, Райан обозначает чистый, и так вот здесь проходит река Чистая, и Мозль, который идет, в свою очередь, на сторону Франции. Так вот, чем хорош Райанфальс? Он хорош тем, что он граничит с Францией, с Люксембургом и с Бельгией. Сразу три страны находятся рядом, и вот с этого места, например, очень недалеко до Швейцарии, а, соответственно, Швейцария, ниже идет уже Италия. То есть, что я хочу сказать, вот эта точка, она максимально приближена к южным границам, и в то же время находится на территории не самой дорогой земли. Поэтому в Райанфальсе, в общем, в целом, недвижимость намного дешевле, чем, скажем, уже вот на этой стороне. Понимаете меня, да? И второе место, которое бы я тоже посоветовал для того, чтобы искать жилье, вот это место. Вот здесь тоже неплохо, потому что здесь и Польша, и Чехия, и в то же время в эту сторону хорошо, если вы хотите близко находиться от Украины, Белоруссии и России. Соответственно, отсюда вам гораздо проще будет достичь границ, например, если вы едете на транспорте. Итак, Заксон я бы тоже посоветовал. И опять же, в Заксоне очень большой процент изработных. Малая индустрия – это земля, которая еще развивается, доставшаяся ФРГ в наследство. Но, с другой стороны, здесь строятся новые дороги, создаются новые предприятия. Все земли бывшей ГДР, они подтягиваются под общее состояние всей страны. И, соответственно, здесь недвижимость тоже не слишком дорогая. Но, скажем, если вы переселяетесь из России, из Украины или Белоруссии, вы заинтересованы в организации гостиничного бизнеса, скажем, или в ведении какого-то гастрономического бизнеса, ресторанов, особенно гостиничный бизнес. Тем более оптимально вы можете приглашать людей из Польши, из Чехии, живя при этом на территории Германии. И то же самое, в какой бы земле вы ни работали, и, соответственно, закупаться чем-то, скажем, строительным материалом, продуктами, в том числе, вы можете за пределами страны, никто не мешает, даже Бельгия, Голландия. Очень многие вот здесь, кстати, по границе с удовольствием живут, потому что здесь много рыбы, много сыра. Вот здесь, где я живу, здесь покупают дешевое, хорошее вино французское, опять же, сыр, строительный материал и так далее. Но для меня было важно, почему Райненфальц, потому что близко к югу, к Италии, к Испании, соответственно, к Теплому морю. Вот, а теперь мы будем искать в какой-то из этих земель дешевый дом или посмотрим, что нам предлагают. Для этого мы обратимся к самой популярной в этом смысле странице. Вот она у меня уже здесь, называется она Immo-Welt, другими словами, Immo – это недвижимость, Welt – это мир, соответственно, мир недвижимости. Самая такая ходовая, я бы сказал, страница. Здесь миллионы каждый день смотрят и ищут недвижимость. Значит, как мы пользуемся этой страницей? Вот здесь мы можем задать Haus Kaufen, вот тут Mitten Kaufen Bauen Writers. Значит, мы хотим Kaufen, соответственно, Haus, я уже здесь поставил галочку. Дальше мы выбираем землю. Вот тут я уже написал Zachsen Bundesland. Bundesland 3766 ангиботов в предложении нам выходит. Здесь мы сразу зададим цену без 100 000, то есть до 100 000, больше нам не надо, сокращается до 983. Ну и смотрим, какие дома у нас есть в Заксоне до 100 000 евро. Нажимаем. Вот сразу, что нам тут предлагается. Нам предлагается дом... Так, вот сюда сделаем. Дом, значит, 35 000, 35 000, 19 000 дом, пожалуйста, 49 000, 24 000. Можете себе представить. 44, 75 и так далее. Вот тут даже, пожалуйста, вроде как замок. 5 фотографий, 90 000. Ну, вот на чем-нибудь таком одном остановимся. Итак, вот сегодня у нас 19 ноября 2017 года. Это информация на тот случай, что ролик останется, если через какое-то время люди откроют его, чтобы они знали, о каком конкретно дне мы говорим. И вот тут мне, например, открылась тот же Заксон, 29 17 29. Симпатичные дома, на первый взгляд. Я думаю, выбрать по участку. Вот этот участок 1450 квадратных метров, самый большой. Соответственно, посмотрим, что предлагают за 29 000 с таким участком. Вот дом, на мой взгляд, симпатичный, такой оригинальный, немаленький дом. Тут, значит, 12 фотографий. Вот посмотрим, это, опять же, вид с другой стороны. Вот такого ракурса. Крыша хорошая, добротная. Свой собственный подъезд. Это, видимо, терраса, плющом покрытая или что-то. Вот так выглядят сами комнаты. Вот балки. Это на такой старинный немецкий манер. Это очень часто встречается в немецких домах, скажу я вам. Вот еще какая-то комната. Здесь белым покрашены уже балки. Хороший добротный пол. Светлые комнаты. Тут еще одна комната. В общем, все комнаты сфотографированы. Но здесь, можно сразу сказать, вот 8 комнат. 180 квадратных метров жилая площадь. 8 комнат. Поэтому вот и все комнаты, они тут нам фотографируют, показывают. Подвал заваленный всякой всячиной. Здесь что? Каминная печь, вот закрытого типа. Очень теплая, кстати. Ну и так далее. Опять возвращаемся на фасад. Ну, что можно сказать? 29 тысяч. 30 тысяч. 180 квадратных метров. Как я уже сказал. 8 комнат. 1450. Большой отдельный участок. Ну и тут дальше, соответственно, еще какая-то информация о доме. Не очень-то много информации. Но вот самое главное, что нас может интересовать вот это. Фрау Анти Хольман. Занимается продажей этого дома. Вот телефонный ее номер, по которому можно связаться. И выяснить все детали. Да, еще вот тут есть такой момент. Вот. Анбита контактирован. Если мы нажимаем сюда, попадаем на страницу, я считаю, очень полезную для тех, кто, допустим, за пределами Германии находится. Значит, здесь вы указываете «Анре де Хеофрау фирма», то есть «Ман» – женщина, мужчина или фирма. Дальше «Ир» – ваше имя, имейл-адресы. Здесь свой адрес. После «Айцаль» – это по-русски индекс. Орд, где вы находитесь. И телефон номер. И вот здесь убираете, соответственно, это сообщение и пишите что-то свое. Ну, например, меня заинтересовал этот объект. Я хотел бы встретиться с вами. Назначите мне, соответственно, термин. Я имею в виду, это очень удобно для тех, кто плохо говорит по-немецки. Например, боится, что по телефону может как-то ошибиться, не очень уверен в себе. Вот для таких людей написали текст, перевели в каком-то немецком трансляте переводчики, ввели текст, получили ответ. Естественно, не забудьте указать свой имейл-адрес. Получили ответ. И потом, например, на встречу уже с этим маклером вы можете приехать, скажем, с переводчиком. Да, потому что услуги переводчиков стоят очень дорого. Все время иметь переводчика, который будет с вами налаживать все контакты, все термины, это сложно. А вот к готовому термину подъехать, потом можно обсудить детали, посмотреть конкретно этот дом уже изнутри. Ну, я не знаю. Лично по мне, за 29 тысяч в неплохом состоянии дом, да, вот этот серый, может кому-то не понравится, может что-то изменить, какие-то декоративные элементы. Вот здесь балкон, да, видите, здесь терраса. Но, извините, за 29 тысяч в большом российском городе вы вряд ли найдете двухкомнатную квартиру. Я, конечно, не знаю, насколько сейчас цены в России, насколько они изменились. Я предполагаю себе, например, ну, скажем, пенсионера или пенсионерку, живущую где-то в Москве или в Ленинграде. У них довольно дорогая недвижимость. Им надоела вся эта история. Они переезжают в Германию, покупают дом за 29 тысяч или что-то подобное, делают какой-то ремонт, ну, пусть вкладывают еще 10-15 тысяч. И, пожалуйста, вот в этом стабильном доме вы 100% проживете до конца дней своих. Ну, а теперь, предположим, скажем, такой вопрос. А если это молодая семья? Если это не пенсионеры, а люди, которые хотят работать? Давайте посмотрим, где это находится, да, вот этот Эберсбах. Вот я его тут заранее уже нашел. Вот карта. Вот я тут открыл это место, Эберсбах, и задал уже, как далеко до Дрездена. Кто-то может сказать, да, 80 километров до большого города это много. Но, господа, вот, например, у меня друг живет в Канаде, и там до работы он ездит почти 110 километров каждый день туда и назад. Вот если страна большие расстояния, живут в одном месте, а работают в другом месте. Вот по хорошей дороге, Дрезден, 88 километров, вы достигнете меньше, чем за час. Вот тут стоит час 14, час 33, час 41. Ну, опять же, 41 почему здесь дорогу сейчас в данный момент ремонтируют. Но час 14, если в какое-то время суток вы даже меньше, чем за час доедете, это даже лучше, чем вы, например, в Москве простаиваете по 3-4 часа каждый раз в пробке до своего какого-нибудь бухгалтерского бюро, или где вы там сидите. Поэтому для такой страны, как Германия, я считаю, с ее дорогами 88 километров – это недалеко. А что значит Дрезден? Дрезден – это большой город, где все равно есть очень много работы, есть какие-то рестораны, есть какие-то магазины. Можно всегда устроиться работать электриком, или на первое время, я не знаю, каким угодно почтальоном, или еще что-то. Но вообще, в целом, вот видите, да, этот кусок, где находится этот дом, вот сейчас я его сюда сдвину, тут недалеко, опять же, от… вот смотрите, тут недалеко от Праг, Полланд, Польша, да? Вот, то есть, если смотреть на карте, вот этой карте, то это как раз вот в этом кусочке, то, что я говорил. Близко Чихай, близко Польша, вот поэтому это, с одной стороны, удобное очень место, на мой взгляд. Рядом две страны, вот граница с Польшей, вот граница, вернее, с Чихай, вот граница с Польшей. Ну вот, на мой взгляд, неплохое место. Следующий дом, который я хотел бы посмотреть, чуть выше по карте, вот я тут нашел, есть, например, такое прекрасное место Бат Мускау, это курортное место, и дом будет побольше. Это не просто дом, а это целый хофф. Вот, давайте посмотрим, что за хофф, и самое главное, что меня в этом предложении заинтересовало, это, естественно, огромный, огромный участок, который они предлагают. Вот колоссально, пожалуйста, 17 510 квадратных метров. 100 квадратных метров жилая площадь, 4 комнаты, 59 тысяч стоит вот этот дом. Имеется в виду, это Баурунхоф, Баурунхоф по-немецки, это целое крестьянское хозяйство, состоящее, как правило, из дома, и тут дополнительных построек, здесь, видимо, были сараи, может быть, держали коз, коров, каких-то баранов, но прежде всего, вот этот весь участок принадлежит этому дому. Так, вот это одна из построек, так выглядит, вот еще одна постройка, очень много места, свой собственный въезд, отдельный от всего, тут опять постройки, опять постройки, вот это, видимо, вход в сам дом, вот этот дом с одной стороны, какие-то фруктовые деревья, вот поле, поле, видимо, их несколько, значит, вот сам дом, соответственно, вот эта вся земля, ну, вы понимаете, 17 тысяч квадратных метров должны где-то располагаться, да, вот тут еще, в общем, многочисленные фотографии, связанные именно с самим домом, огромная просто кухня, в таком старинном немецком стиле, с мебелью, вот открытый холодильник, что, значит, они описывают, что мебель остается при этом объекте, значит, вот тут раритетная печь, очень интересно, то есть уже таких печей нет, это просто уже как объект раритета остается, в этом доме немцы очень гордятся таким вещами, ну, вот комнаты, нормальные комнаты, терраса, видимо, БААТ, то есть ванная комната, одно из, еще какие-то комнаты, опять же, сам объект, вот, чтобы как можно быстрее перейти к следующему предложению, ну, вот я хочу сказать, заметьте, да, 59 тысяч, 17 тысяч квадратных метров, кто любит заниматься сельским хозяйством, пожалуйста, здесь можно все, что угодно замутить на таком участке, но тут очень большое описание, близко с чем находится, и, соответственно, продает этот дом Херсвенштауп, вот его телефонный номер, вот можно с ним связаться, и я нашел на карте отдельно, где это находится, находится это вот здесь, вот первый дом я вот в этом месте искал, вот втором вот здесь, БАТ Мускал, вот если кто-то не верит, вот БАТ Мускал, вот он здесь находится, опять же на границе, земля Саксон, недалеко Дрезден, недалеко Ляйпцищ, и, в общем-то, недалеко Берлин, можно так сказать. Следующее предложение, которое я хотел бы показать, просто чтобы вы разбирались, в чем отличаются дома в Германии, вот здесь написано, Тальза Нирте, Райнхаус, Райнхаус, вот сейчас посмотрите, что значит Райнхаус, вот здесь дан полностью адрес объекта, то есть даже без маклера, можно приехать и посмотреть, где это находится, да, то есть это Марк Ной Кирхен, значит, Швене Экиш, Трасс Эзекс, Пожалуйста, вы можете забить в навигационную систему, проехать прямо туда, и посмотреть на этот дом со стороны, без участия какого-либо маклера, скорее всего, если дают полностью адрес, может быть, дом продается даже приват, то есть частным образом, без маклера. Итак, вот здесь какой-то симпатичный кусочек, видимо, кухни, дальше мы смотрим, да, сама кухня, современная, все, вот, прекрасно все видно, БАД отремонтированный, все замечательно, еще раз БАД, либо другой, либо с другой стороны, комнаты, хорошие флизы, обратите внимание, значит, а тут они даже специально, их отдельно показывают, что это мармор, то есть мраморные флизы, это план первого этажа, соответственно, комнаты, еще комната, светлые комнаты, опять же, еще одна кухня, по всей видимости, а, ну да, потому что дом расположен на двух этажах, соответственно, здесь две отдельные квартиры, поэтому так много банных комнат, в одной квартире можно, например, жить, другую квартиру, например, сдавать, вот следующий, еще один туалет, ванная комната, вот второй этаж, то есть здесь, опять же, две комнаты, все понятно, да, видимо, спальня, это вход в подвал, это вход наверх, здесь содраны обои, но все, в общем, относительно чисто, ступеньки хорошие, то есть, новому хозяину нужно будет привести в порядок, наклеить новые обои, например, так, еще тут какие-то элементы, вот, хорошо сфотографирован, сфотографирован чердак, то есть, видно тут, человеческий рост стоит человек, это в Германии считается хорошим построенным домом, балки крепкие, крыша хорошая, и вот, что самое главное, что я хотел сказать, это называется Райнхаус, то есть, вы видите, когда дом одной стеной соединен с другим домом, то есть, это не фрайштейн, не свободно стоящий дом, который можно обойти со всех сторон, а это дом, где ему принадлежит только вот одна часть участка, и здесь видите, это, видимо, часть дома уже выкуплена другими людьми, и, соответственно, фасад покрашен, все красиво сделано, а эта часть дома заменены окна, все, но дом, еще фасадная часть, его не сделано, вот вид с другой стороны, внутри мы видим уже все модернизировано, переделана кухня, ванны и комнаты, в двух отдельных квартирах, вот сверху идет, видимо, одна квартира, снизу другая, вот здесь у вас отдельный въезд, гаража нет, но вы въезжаете сюда, и здесь можете ставить свою машину, вот эта фотография, так, момент, да что такое, хорошо, пусть будет так, вот фотография этого же самого места, то есть отсюда заезжает машина, вот она здесь стоит, и тут какие-то постройки еще, кладовки, или бог его знает что, дом такой, так, это вид, может быть, из окна, вот эта часть участка, которая еще, видимо, принадлежит, вот элемент, сарай, или опять какая-то кладовая, вот участок, да, то есть, вот видите, вот этот дом, большой дом, половина этого дома живут одни жильцы, половина этого дома, вот райанхаус продается, и это, соответственно, постройки, а вот это все участок, находящийся, принадлежащий этому дому, вот вид, пожалуйста, Google Maps, видно, что это реальный объект, можно поехать и на этот объект посмотреть, ну, опять возвращаемся к тому же, что было, еще раз о цене, этот дом стоит 45 тысяч евро, 107 квадратных метров живая площадь, и 6 соток участок, ну, и давайте, для сравнения, посмотрим, что можно купить за чуть большие деньги, вот, например, здесь я нашел хаос Амзея, то есть, домик, находящийся на берегу озера, это цвайфамильян хаос, другими словами, это дом на две семьи, довольно приличный участок, очень большая живая площадь, 7 комнат, стоит 89 тысяч, вот, давайте посмотрим, что это за домик, новое предложение, кстати, итак, это довольно симпатичный дом, это внешняя часть, ухоженный, с хорошей крышей, вот вы видите, значит, здесь терраса, очень приятные ступеньки, все это так красиво сделано, хороший ухоженный участок, уже какие-то растения, какая-то декорация тут есть, большой двор, как вы видите, с лягустрой огороженной, и вот выход на само озеро, да, соответственно, вот голубая ель, ну, видно, что дом, конечно, уже немножко другого качества, вот хороший, выложенный камнями большой двор, полностью огороженный лягустрой, ну, и сам дом внутри, теперь смотрим, как выглядит сам дом, это, соответственно, какие-то помещения, гостиные, зал, может быть, это ванная комната, это зимний сад, это ступени наверх, соответственно, ну, и так далее, то есть, вы видите, да, что за уже восемьдесят девять тысяч можно купить дом, ну, практически, как немцы говорят, имперфекта цуштант, то есть, в перфектном, в очень хорошем состоянии, в этом доме не надо менять вообще ничего, то есть, он вот сделал под старину, такими кирпичами, замечательно выложенный двор, соответственно, тут есть и гараж, и все остальное, вот тут, как я уже говорил, очень большой участок, выход к озеру, ну, я не знаю, сколько стоит сейчас, я еще раз говорю, квартира в том же Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в каком-нибудь Владивостоке, но мне почему-то кажется, что вот за такую цену вы в тех местах не найдете дом вот такого вот качества и, соответственно, уровня жизни, да, все приложения, которые я показывал до сих пор, это были дома в ЗАГСе, ну, и просто для сравнения, мы все-таки перенесемся в Райанфальдс, то, что я говорил, недалеко от Трира, и посмотрим разницу в цене и качество домов тут и там. Итак, вот я тут нашел Кель Анзе, это хаос, не просто хаос, а это еще и Гешефтсхаус, то есть здесь когда-то, по всей видимости, был магазин, или что-то здесь было, вот нижний этаж был предназначен для Гешефта, здесь сверху, скорее всего, жили, а здесь чем-то занимались, мне кажется, конечно, это можно все уточнять, мне кажется, здесь была либо парикмахерская, либо какое-то бюро, вот это помещение большое, со всех сторон сфотографировано, здесь что-то висело, предназначалось для чего-то, может быть, какая-то мастерская, может еще что-то, значит, часть дома с большой витриной для отдельно, например, места работы, ну, и, соответственно, дом, вот сами помещения, это рабочий туалет снизу, вот большая кухня, соответственно, встроенная, остается вместе с домом, душевая кабина, это участок, вот с этой стороны его видно лучше, весь участок, небольшой, как я понимаю, вот опять сам дом, значит, что мы имеем, мы имеем дом за 99 тысяч, 147 квадратных метров, 6 комнат, и почти 6 соток грынштюк, но этот дом уже относительно моложе, он, по-моему, 1920 года, Бауяр, частично модернизированный, и что меня интересует, вот сюда обратимся, вот где находится этот дом, совсем недалеко от Рира, вот тут стоит, в 20 километрах от Рира, на мой взгляд, оптимальное место для жизни, вот посмотрите, Люксембург рядом, очень многие русаки живут вот здесь, в этом районе, а работают в Люксембурге, здесь они получают зарплату в два раза выше, от двух до четырех тысяч, совершенно нормальная зарплата для Люксембурга, опять же, рядом Азартланд, и рядом Франция, видите, да, рядом Бельгия, недалеко Бельгия, ну, Франкфурт, немножко подальше, и тем не менее, это хорошее место, вот посмотрим, как выглядит Кель-Амзе вообще сам по себе, да, то есть это курортное место, здесь небольшое озеро, вот это само Кель-Амзе, соответственно, где-то вот здесь находится этот дом за 90 тысяч, что тут еще Кель-Амзе нам, ну, вот обычные картинки, это все, соответственно, этого места касается, да, вот тут на лодках, можно поплавать и так далее, то есть обычная такая немецкая, вот, жизнь, например, видите, свадьба какая-то, там же на этом озере проводилась, и так далее, то есть, в общем, достаточно симпатичное место, вот детские какие-то вещи тут для детей предназначены, и так далее. Я что хочу сказать этим, что, допустим, за 99 тысяч, за 100 тысяч, вы получаете жизнь на стороне бывшего ФРГ, соответственно, квалитет и все остальное чуть получше, чем в том же ЗАГСене, где я показывал, там цены на объекты, как вы видели, чуть-чуть дешевле. Но если вы пенсионер или пенсионерка, и вам, в принципе, не важно, где жить, в какой части Германии, то и к тому же ближе к границам той же Украины, Белоруссии или России, то, конечно, я бы советовал искать все-таки где-то вот в этом месте. А вот то, что Келямзе, я показывал, это вот как раз вот в этом куске. Но по большому счету, я считаю, сильно большой разницы нет. Что за 90 тысяч вы здесь находите дом гораздо лучшего качества, что здесь я показал за 80 тысяч, за 90, также дом намного лучшего качества, они приблизительно одинаковы, тем не менее. и в этой земле, и в этой земле вы можете найти дома от 20 до 40 или 50 тысяч. В Райанфальсе я уже не стал искать такие дешевые ангиботы, они, поверьте, есть, просто уже очень длинный будет ролик, и поэтому я вам советую тем, кто действительно интересуется всеми этими вещами, просто заходите на вот эту страницу и забивайте в начале, как я уже говорил, название любой земли, вот здесь не Трир, а все что угодно, задавайте цену и, соответственно, ищите предложение, и я уверен, что вы найдете, если вы действительно в этом заинтересованы. Моя сегодняшняя цель была в том, чтобы показать, что Германия это страна, где жилье можно найти по доступной, я называю это человеческой цене. Да, эти дома требующие ремонта, да, возможно, в них нужно вкладывать деньги, но вы будете уже жить в этом доме, то есть в нем есть крыша, в нем есть окна, в нем есть отопление, вам необходимо будет потом в течение двух, трех, пяти, десяти лет как-то этот дом модернизировать, но дом уже принадлежит вам. Если это Бауренхаус, как я говорил, где 17 тысяч квадратных метров поля, и вы, например, хотите чем-то заниматься, пожалуйста, вы можете в любой момент начинать зарабатывать деньги, что-то производить, я не знаю, купить каких-нибудь баранов, коз, и вот у вас уже свое собственное дело. Это не настолько дорого здесь, я считаю, чем жить в той же России. Я еще раз говорю, это все-таки, наверное, касается больше жителей больших городов. Я не знаю, сколько стоит жилье в мелких городах, насколько можно там продать дом или квартиру и что-то купить, соответственно, здесь. Но для людей, готовых работать, в принципе, эта страна, на мой взгляд, предоставляет все возможности. И нельзя сказать, что здесь какие-то запредельные цены, что жилье в Германии недоступно. Вот как раз таки моя цель была в том, чтобы показать, что все реально, все на самом деле. Ищите, открывайте эти страницы и вы найдете сами эти предложения. Вы увидите своими собственными глазами. Я уже не стал показывать дома, которые стоят 10-19 тысяч. Есть и такие. Все очень сильно зависит от конкретного случая. Есть дома, где, например, нет наследников. Умерли старики, никого не осталось. Дом переходит во владение города. Город не хочет заниматься этими объектами и по самой сходной цене как можно быстрее их продают. Очень большой длинный ролик получился, но я надеюсь, что люди, которые когда-либо задумывались, не знали, в каком направлении искать, я думаю, что я в чем-то вам помог. Всего хорошего, будьте здоровы и берегите свои семьи. Используйся. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...